Первейшая богиня, рожденная родом, женская ипостась его, жена Сварага и старшая роженица, что звалась Богородица. Лада олицетворение любви, богиня красоты, покровительница семейного очага и верности, воплощение идеала женщины, мечта и поддержка мужа. Свараг построил материальный мир, Лада вдохнула в него гармонию, Свараг сотворил птиц, Лада обучила их пение, Свараг усыпал твердь цветами, Лада подарила благоухание, и так во всем. Всегда мудрая и весела, в отличие от в основном строгих богов, Дарит только радость людям, да и само имя, как и слова с ним связанные, Всегда звучат приятно и благозвучно. Если вам интересна мифология и история древности, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, а также пишите в комментариях под видео, о ком вы еще хотели бы знать из нашего прошлого. Сейчас же сказ о Ладе. Как я и говорила, Лада воплощение любви, но больше крепкой, спокойной, супружеской, которая ушла от понятий ветреной влюбленности, которая покровительствовала ее дочь Лея, а также страстности и легкомысленности, присущие сыну Лелю. Любовь, связанная в народе с Ладой, это когда супруги становились единым целым. Вроде бы женская тень мужа, незаметная кажется, но не будет ее, все в доме станет не тем. Это в пределах обычной жены и матери в людской жизни. Что же говорить о масштабах вселенной, о таком понятии, как любовь, что для христиан и вовсе является Богом, так как Бог есть любовь. Ладе всегда молились женщины, дабы оставаться красивыми, счастливыми и желанными для своих мужей. Являясь также роженицей, Лада покровительствовала урожаю, и к ней взывали поздней весной, чтобы та даровала землице плодородие. Это самое цветущее время, и принято было собирать цветы в жертву любви. Оттуда в основном и берет начало у славян распространенная традиция – дарить любимым женщинам воплощением Лады цветы. Богородицы звали ее как Богородившую, и подобное ласковое наречение Девы Марии прослеживается только у нас. Богородицы часто взывают о детях, так как переживания о них ей не чужды. Также у язычников молились в древности Элладе матери. Есть у них легенда о похищении ее сына Перуна, Скиперзмеем. 300 лет она искала сына, проливая горючие слезы, пока тот спал, усыпленный в недрах земли матушки. После Лада обратилась к Макоши, что ведала судьбы, и та предсказала смерть Скиперзмея, похитителя сына Роженицы, от рук Перуновых. Созвала Лада с Сфарагом сыновей своих Сфарожичей, отыскали братья Перуна, разбудили, живой водой окатили, напоили и к матушке на поклон привели. Одолел впоследствии Перун змея с материнского благословления, как повествуют сказания. Сегодня дошедшие до нас множество слухов повествуют о древних славянах, как о сторонниках многоженства. Сфараг и Лада – олицетворение идеального супружества. У нее один муж, у него одна жена, так что, вопреки расхожему мнению, многоженство язычников было не в чести. Муж мог позволить себе вторую жену только при условии, что с первой у них не было детей, так как понятие рода и его продолжение стояло выше всего остального. В таких семьях иерархия очень строго соблюдалась. Женитьба по любви считалась ладным браком и был под покровительством богини. В ином случае Лада не могла дать такого счастья супругам после свадьбы. Вторая жена не считалась ладной, но была продолжительницей рода и помощницей первой любимой супруги. Две жены у одного мужа были огромной редкостью. Я не говорю сейчас об исключительных случаях, где аджиру бесились. Были и такие, и уникальные случаи в разных эпохах и территориях языческих славян. Сейчас речь идет об изначальном понятии, где выше любви в семье стоял только род и его продолжение. Откуда же рождалась такая преданность и любовь супругов в древности? Дело в том, что в прошлом девок из родимого гнезда отдавали редко, так как жена всегда уходила в дом к мужу, и ее родные, как правило, лишались работника. Влюбленность же заставляла ее и ее избранника проходить первые тяжелые испытания, а именно жених умыкал невесту из семьи. Все это почти всегда приводило к необратимым последствиям, таким как родовая месть, ловля молодых и так далее. Пережить это можно было только людям с серьезными намерениями, чья влюбленность в воспитаниях обращалась в настоящую крепкую любовь. Эти и дальнейшие пережитки не в пример нашим сегодняшним. Супруги терпели, презираясь, превозмогая трудности, ссорясь, смирясь и в дальнейшем не представляли жизни друг без друга. Жена часто даже добровольно шла на погребальный костер в случае смерти мужа, чтобы быть с ним на том свете вместе. Кстати, отказ от самопожатывания никем после не понукался. Мало того, такую жену даже с детьми часто брали замуж второй раз. И не абы кто, а кто-то из рода погибшего супруга. Чаще брат. Муж погибшей жены же не мог идти на погребальный костер супруги, так как являлся защитником, пахарем и ценным работником. Мужчин в зрелости водилось меньше, чем женщин. Он не имел права собой жертвовать, так как роль его тогда была серьезней. Схождение на подобную смерть во имя любви на сегодняшний день для нас немыслимо, но именно такие супругу встречала в загробном мире Лада. Наше прошлое формирует наш менталитет, взгляды и поведение, знание истории, уважение к предкам. Языческие отголоски, христианство, Советский Союз и сегодняшний день имеют вес в жизни людей и теперь. История очень понятна на предмет того или иного витка эпохи. Интересуйтесь, друзья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok